Сегодня гость в студии Белек Солчакович Дара, начальник межрайонного отдела кадастровой палаты Тувы. И сегодня мы обсудим упрощенную систему по оформлению дачных участков, которая была запущена во всей стране с 2006 года. — Здравствуйте, Белек Солчакович. Скажите, кому облегчает жизнь дачная амнистия и что это такое с юридической точки зрения? — Дачная амнистия называют упрощенный правовой механизм для регистрации права собственности на ряд земельных участков и жилых недвижимых объектов, введенный федеральным законом номер 93 в 2006 году. — Получается, для садовых домиков, земельных участков и их хозяев. — Скажите, дачная амнистия работает одинаково в отношении земельных участков и объектов капитального строительства или есть там все-таки разница какая-то? — Разница есть. То есть, во-первых, сроки окончания. То есть, например, для земельных участков 93 законом установлен срок 20-й год окончания. — Для домов это марта 2018 года. То есть, последнее послабление по домам уже закончится. — То есть, сейчас послабление, как Вы сказали, идет в отношении только земельных участков? — Нет, для домов тоже. То есть, например, до 1 января 2017 года для оформления дома требовалось заполнить всего лишь декларацию. То есть, заявитель, собственник сам заполнял собственноручно данные о своем доме, подавал на кадастровый учет на регистрацию права и регистрировал свое право. — С 1 января 2018 года, к сожалению, этот механизм уже ушел в прошлое. Теперь требуется технический план. И по техническому плану также есть послабление. То есть, после марта 2018 года уже, к сожалению, надо будет технический план уже представлять как разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. — То есть, постепенно, как сказать, идет... Вот послабление убирается, получается. — Да, то есть... — И к 2018 году по домам дачной амнистии, в принципе, получается, уже все заканчивается. А в отношении земельных участков дачная амнистия, там некоторая другая система. То есть, дачная амнистия по земельным участкам действует по системе того, что если земельный участок предоставлен, человеку до введения действий земельных кодекса 2001 года, у него должен быть на руках некий старый документ, выданный органом местного самоуправления, да, где написано, что ему предоставляется направить собственности данный земельный участок. В соответствии с ним он может зарегистрировать данный земельный участок без межевания. То есть, ему не надо будет заказывать межевой план, вызывать кого-то, чтобы ему обмерили, уточнили. То есть, просто приходит с документом в МФЦ или в кадастровую палату, платит госпошлину 350 рублей и регистрирует. То есть, вот это и есть дачная амнистия для земельных участков. К сожалению, если после 2001 года данный земельный участок предоставлен человеку, то уже общее остановление регистрации. Так, а вот скажите, все-таки какие объекты подпадают под дачную амнистию? Земельные участки, как сказать, личное подсобное хозяйство, земельные с личным подсобным хозяйством. Ну и расположены на них домики, дома, садовые домики в Кавкаде. Ну это по городу, если взять, это вот Преобережная, Правобережная дача, получается. А вот скажите, вот с начала работы этой системы, как активно вообще принимает участие народ, жители, в частности, нашей республики, может быть? Да, с развитием общества, особенно на Нововильнинском, да, вот знаете, знаете, слышали, наверное, да. Вот до января 2017 года вот упрощенная схема именно для регистрации дома по декларации, это было, как сказать, очень удобно, легко и просто. То есть и заявители активно этим пользовались. После января 2017 года с обязательным требованием о внесении технического плана, как бы данная процедура стала немножко, как сказать, сложной. То есть технический план, в свою очередь, это сложная техническая документация, которую готовит кадастровый инженер на возмездной основе. То есть ему бесплатно никто не сделает. То есть в пределах города где-то 4 тысячи рублей, наверное, стоит, да. Это кадастровый инженер выезжает на место, производит обмер, замер дома, да, готовит технический план на электронном носителе, вот, предоставляет заявителю. Ну и, соответственно, заявитель тоже платит. А до января 2017 года, то есть человек просто приходил, заполнял две декларации, и мы, грубо говоря, верили ему на слово. То есть он мог указать, там, такую-то площадь, так сказать, такие-то данные, свет подключён, не подключён. Так, есть… Белек Солчакович, вот скажите, всё-таки, если человек решил по системе дачной амнистии оформить земельный участок, какие документы он на руках должен иметь, и куда ему в первую очередь надо идти? — Самое главное условие для оформления земельного участка по дачной амнистии — это, как сказать, наличие документов, выданного до 2001 года, орган местного самоправления о предоставлении ему земельного участка в собственность. То есть это может быть выпуск из домовой книги, свидетельство о праве по жизненноследованию владения, некое распоряжение. — То есть какой-то документ, который официально подтверждает? — Да, какой-то документ должен быть. То есть на основании этого документа ему не надо будет там межевать, уточнять. То есть просто пришёл, заплатил, зарегистрировал. — Так, а всё-таки плюс этой системы и чаще всего встречающиеся трудности при регистрации недвижимости по дачной амнистии? — Ну вот, для земли, например, это, например, у нас в базе будет фигурировать некий документ, да, вот, а у человека на руках эти документы давно утеряны. Бывает такое, то есть с переездами, то есть, ну, 10-15 лет прошло, да, например, сколько, человек не может найти эти документы. Может попробовать заказать у нас в архиве эти документы, но бывает так, что в своё время органы медицинского управления эти документы нам не передавали, да. Вот тогда уже возникают сложности, как бы. — И возвращаясь вот к нашему региону, то есть больной вопрос — это оформление дачных участков на левобережных дачах, на правобережных. — Какие документы у них на руках должны быть и что вы от себя можете им посоветовать? Потому что у нас очень много телезрителей обращаются с подобным вопросом. — Ну вот самое первое, например, это сейчас, так сказать, председателями общества активно распродаются земельные участки людям, да. Человек купил за какую-то цену некий земельный участок, ему выдали членскую книжку, человек идёт дальше регистрировать земельный участок, да. Тогда надо будет, во-первых, взять членскую книжку, подойти к консультанту в кадаструю палату или в МФЦ и уточнить, то есть на данном земельном участке не имеется ли, как сказать, ну старого собственника, грубо говоря, да. Потому что в 90-е годы, как бы с оттоком, так сказать, населения, некоторые земельные участки были просто заброшены. И вот, как бы считается, что они пустые, но на самом деле там, если в архиве посмотреть, то есть выясняется, что там кто-то есть, вот с старым документом, да. Вот тогда тоже возникают сложности. Надо удостоверить, что там никого нету, что земельный участок действительно в государственной собственности и работать по схеме с, ну не по дачной схеме, получается, то есть по обычной схеме. А как потом оформить прописку на даче? Прописку? Ну если дом зарегистрирован, мы выдаем, например, выписку, да, о том, что дом зарегистрирован за тем-то, тем-то, и, скорее всего, надо идти в орган, который занимается пропиской. То есть дальше мы, как бы, не в нашей компетенции, получается. А любое оформление недвижимости под собой подразумевает какие-то денежные траты, госпошлины? То есть госпошлина, насколько я поняла, вы сказали, там одна, да? Ну, подача на месте это строго 350 рублей, то есть это не ограбинительно получается. Нормально. Белек Солчакович, спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию. А я еще раз напоминаю, что сегодня об упрощенной системе оформления земельных участков мы говорили с Белеком Солчаковичем Дара, начальником межрайонного отдела кадастровой палаты ТУВ. Белеком Солчаковичем Дара, начальником межрайонного отдела кадастровой палаты ТУВ.